И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 27 марта и сегодня традиционный вечерний обзор. Немножко, естественно, событий с фронта. Но, честно говоря, больше всего меня сейчас заботит совершенно другая проблема, о которой мы с вами поговорим в конце. Именно из-за нее я сегодня так задержался, потому, извините, действительно проблема очень и очень важна. Но для начала все-таки, что происходит на фронте? Ну, собственно говоря, то, о чем мы с вами говорили, на Киевском направлении, на Черниговском направлении, на Южном направлении идет оперативная пауза. Российские войска перестали здесь проводить наступательные операции. Наступление губернатора Кима на Херсон пока не состоялось. Но, насколько мне известно, к нему он готовится. И, насколько мне известно, ничего хорошего у него из этого не выйдет. Итак, с этими направлениями понятно, что у нас на главных направлениях. Опять же, согласно данных моих уважаемых зрителей, которые, ну, к сожалению, теперь очень многие уже следят за боевыми действиями, по сути, из окон своих домов. Фронт со стороны Изюма движется на юг. И сегодня днем бои происходили в районе населенного пункта Долина. Не знаю, чем они закончились, но это, по сути, единственный, более-менее удобный рубеж обороны, который остался в руках вооруженной силы Украины от Изюма по направлению к Славянску. Также российские вооруженные силы постепенно расширяют свой плацдар по направлению к Барвенково и на запад вдоль реки Северский Донецк. То есть здесь происходит примерно то, о чем мы с вами говорили и чего ожидали вчера-позавчера. Также навстречу этой группировки постепенно прорывается Народная милиция Донецкой Народной Республики из района Горловки. Также она за сегодня прошла пару километров. Ну и для того, чтобы ускорить операцию на этом направлении, также сегодня пришли сообщения, что на Донбасс зашли в том числе и новые колонны российских войск, которые, вероятнее всего, появятся либо здесь, либо в районе Курахова. Также постепенно добиваются Мариупольский котел. Вооруженные силы Украины сосредоточены в промышленной зоне. Многие из них пытаются прорваться, переодеваясь в гражданскую одежду, но далеко не всем это удается, хотя я думаю, что многим все-таки удается. В целом это уже, как мы говорили ранее, огонь, который может продлиться некоторое время. Ну и также следует ожидать, что в ближайшее время большинство частей, которые принимали участие в штурме Мариуполя, также будут переброшены на север и дальше будут развивать наступление на север с целью замкнуть окружение вокруг Большого Донбасского фронта. Ну и благодаря народной милиции ДНР, разрезав сразу ее на две части. Это что касается военной сводки. Теперь о самом главном. Вы знаете, на самом деле, с каждой недели я все больше и больше убеждаюсь, что основной фронт, он уже очень скоро будет не на линии фронта, он будет в тылу. Причем в тылу не только вооруженных сил Российской Федерации, но и в тылу украинских вооруженных сил, потому что ситуация, гуманитарная ситуация становится просто катастрофической. К сожалению, логистика Украины разрушается ежедневно, разрушается систематически и восстанавливать ее никто не пытается. Огромное количество товаров раньше поступало в Украину через южные порты, теперь эта дорога перекрыта. А, например, западные железнодорожные магистрали и автомагистрали просто физически не способны справляться с таким потоком. Тем более, что во многом он используется не по назначению. И абсолютно та же самая ситуация на самом деле и на Востоке. Те территории, которые были освобождены, у них те же проблемы с гуманитаркой, а местами даже хуже. Помните, неделю назад я говорил, что есть проблема на таможне. Да, мне сказали, что все, проблема решается на уровне депутатов Госдумы, но, насколько мне известно, по состоянию на сегодняшний вечер, как говорится, ВОЗ и ныне там. Я вам говорил, ребята, будет беда, беда уже начинается, проволынете еще неделю-две, будет катастрофа. Решите, пожалуйста, эту проблему. Это несложно, но этим вы сможете спасти огромное количество людей. Я знаю, что некоторые вопросы делаются. Вопросы военно-гражданских администраций пусть со скрипом, но решаются. Но этого мало. Пока эти территории живут, как говорится, на старых запасах. Когда эти старые запасы закончатся, обычно гуманитарка просто не вытянет. Причем ровно та же ситуация постепенно будет набирать обороты и на остальной Украине, сегодня пока еще подконтрольной Киеву. Вопросы гуманитарки, вопросы выживания будут становиться все более и более серьезными, гораздо более серьезными, чем ситуация на линии фронта. Но, по-моему, уже всем давно очевидно, что эта война за месяц не закончится. Но в любом случае за это время ситуация гуманитарная в Украине, во всей Украине, будет все больше и больше ухудшаться. И эту войну на самом деле выиграет та сторона, которая лучше всего решит именно эту проблему. Потому что уже через два месяца население Украины в первую очередь будет оценивать то, каким образом решают их гуманитарные проблемы. Каждой неделе именно вот это будет становиться все более и более решающим фактором. Я общаюсь с людьми, а я ежедневно перелопачиваю 400-500 писем, которые мне пишут. Я вижу, как стремительно ухудшается ситуация. Причем везде по обе линии фронта. А отсюда я еще делаю один, даю еще один большой совет. Господа, уважаемые товарищи, кто как хочет, кто как может. Не важно, где вы сейчас находитесь. Если у вас есть возможность покинуть территорию Украины, делайте это, не задумываясь. Если есть возможность попасть в Россию, езжайте в Россию. Завтра, кстати, я планирую выпустить очень интересный материал, в котором один украинский беженец расскажет свою историю. И то же самое касается выезда на Запад. Не ждите, когда ситуация в стране станет катастрофической. Уезжайте, если у вас есть такая возможность. Поверьте, на сегодня это самый правильный выход. То, что творится на Украине, очень быстро не закончится. Страна будет медленно и уверенно погружаться в хаос. И выход из этого хаоса займет минимум многие и многие месяцы. Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. Извините, что эмоционально, извините, что не совсем по теме. Но мне кажется, это самая важная на сегодня тема. И с каждой новой неделей она будет становиться все более и более важной. Потому что армии свои дела-то, конечно, сделают. Но что будет потом? От того, что будет потом, в конечном итоге и будет решено, кто выиграет эту борьбу. На этом теперь точно все. До свидания и до завтра.